дорогие наши зрители здравствуйте это канал охотники за брендами и мы с вами снова отправляемся на поиски новых находок нашли классический тренч от одной из линии дольче габбана это абсолютно классическая модель двубортный плащ с сложным воротничком с погонами с отлетной кокеткой на всех пуговицах очень хорошо видно название бренда дольче габбана ну в принципе довольно неплохая находка еще одна классика это демисезонное пальто от итальянского бренда его никола пальто песочного цвета однобортная прямой силуэт с большим отложным воротником и прекрасный состав 70 процентов кашемир легкая хорошая пальто мужская куртка от нордфейс ярко-красного цвета с серой подкладкой и серой отделкой кстати нордфейс довольно редко встречаются в наших магазинах секонд-хенд так что можно считать что это удачная находка хорошая куртка на такое время года как сейчас это теплая куртка от adidas в отличном состоянии и с подкладкой синтепона несколько кожаных курток вот эта куртка из натуральной кожи от капарал country store сервис рыжего цвета и с отделкой из меха натурального сама по себе куртка в неплохом состоянии вот них уже видно что немножко помешим и дубленка зимняя из натурального меха это дубленка имеет такую интересную с внешней стороны фактура она как будто немножко сморщена такая дубленка с отделкой из натурального меха натуральной кожи светло такого приятного серого даже можно сказать спешего цвета вот так выполнены карманчики из с отделочкой из натуральной кожи с перфорации и сама по себе дубленка довольно неплохом состоянии единственное что конечно же модель не очень актуально и стоит 30 евро ну вот еще одна дубленка тоже для зимы очень хорошие варианты тоже выглядит немножко так более современно коричневого цвета и отделка в виде строчки зигзагообразные нитка бежевого цвета контрастная довольно хорошо выглядит в очень хорошем состоянии нитка это мы сейчас с вами в магазине намазка вас в день привоза немного посуды в основном это чайные как сказать трио наверно чашечка блюдца и десертная тарелка разные вот интересное такое было два блюда две тарелки с росписью кобальтовыми красками и вот такой набор сервис чайные чашки и чайник кофейник вернее молочник и сахарница производителя который был только что на ваших экранах немного обуви в этом выпуске это сапоги от бренда марина ринальди это бренд одежды и обуви для дам статных и вот данные сапожки для обладательниц полных ножек сапожки на устойчивом каблуке кожа коричневого цвета стеснением под рептилию 40 размер вот такие интересные полу сапожки нюдового цвета от итальянского бренда лавенера из натуральной кожи в неплохом состоянии судя по тому как они выполнены вы видите какая отделка у них это не не дешевый бренд еще сапожки хотели вам показать сети это кожаная обувь тоже черные сапоги на невысоком устойчивом каблуке классическая модель и похоже что такие каблуки актуальны и практически во все времена ну а главное что они очень удобные кроссовки черного цвета fashion чая не знаю как правильно считается вот такие интересные на тракторе там мелькнули ботиночки а это кроссовки от versace эти кроссовки сверху выглядят достаточно поношенными по размер кстати говоря 39 неплохой размер ну а вот подошва абсолютно не сношена практически в идеальном состоянии непонятно как так получилось стоят они 20 евро даже в таком состоянии но versace что ты скажешь ботильоны от вагабонт стоит 10 евро из натуральной кожи очень хорошем состоянии и очень удобные на тракторе сейчас идет процесс примерки раздумий покупателей нет потому что наташа хочет их приобрести для себя очень понравился цвет он не яркий в то же время это не обычный классический какой-то черный или коричневый цвет такой цвет бордо и главное что они очень удобные и сейчас мы в процессе раздумья приобретать для себя эти сапожки или нет но в итоге после некоторых колебаний раздумий было принято положительное решение и спагетти наташа для себя купила чем в общем-то очень довольна еще одни женские туфельки от фэшн с таким названием monkey и здесь используются кожи двух цветов комбинированные светло-коричневого и темно-коричневого с эффектом таки макированного выходя уже из магазина практически увидела пуховичок азара очень красивый цвет серо-зеленоватый такой и не понравилось как он сидит и цена всего 10 евро ну и от обуви перейдем к другим важным женским аксессуаром к сумочкам не могу сказать что сумки порадовали но среди них было несколько которые привлекли внимание которые мы хотим вам показать кстати кожаных сумок в этот раз вообще встретилась очень мало и интересных сумок которые может быть привлекли внимание сам дизайном или какими-то вариантами там отделки было немного среди них вот эта сумочка от бренда не очень известного дженшилтен сумка новая с этикеткой с биркой стоила сумка магазине 12 евро интересный карманчик накладной впереди застежка вот такая оригинальная небольшие ручки симпатично удобная сумочка еще одна сумка из натуральной кожи сумка тут с тонкими длинными ручками чтобы можно было носить на плече и из натуральной кожи и рядом с ней стояла еще одна тоже прямоугольная форма сумка тут с длинными ручками из красный из красного кожезаменителя иногда такие яркие аксессуары очень дополняют образ акцент такой делают и неплохо выглядят еще две сумки интересных майкл курс одна из них не будем рассматривать она уж совсем такая фейковая а вторая сумка довольно интересная жестком корпусе с и стесненной кожи кожезаменителя и с обилием такой золотой крупной фурнитуры даже не знаю оригинальная эта сумка или нет подкладка с логотипами майкл курс как бы все вроде в порядке но внутри одно основное отделение и одно дополнительно для каких-то важных мелочей очень интересные ручки привлекают внимание у нее не было ремня который можно носить для того чтобы сумку носить через плечо ну такая довольно интересная сумочка от майкл курс я надеюсь что это майкл курс сумка стоила 10 евро 70 центов кстати на вид она была очень массивная а оказалась довольно легкой на самом деле еще одна сумка из комбинированной кожи такая в бога стиля и с длинными ручками довольно удобно на каждый день для такого сезона как сейчас наверное может быть для лета ну и конечно же наш любимый ривер айланд сумочка в ней используется три цвета впереди белый и черный контрастный и сбоку вставка кислотного такого зеленого цвета очень интересный дизайн за счет сочетания двух контрастных цветов выглядит очень графично и сбоку эта вставка дополнительная сумка понравилась скажу честно не знаю почему захотелось показать вам джинсовый жакет он с вышивкой и аппликациями цветными нужно почему-то привлек внимание приближаются зимние и новогодние праздники рождество и наверное хочется уже что-то подобрать нарядное вот хочу вам показать несколько платьев которые нашла в магазине киломакс это платье от пампус размер с не знаю уже насколько актуальна вставка из гипюра вот несмотря на что в этом платье было очень комфортно но как бы неплохо села но единственное что примеряла его конечно на джинсы что создает дополнительный объем в районе талии от basic большая туника полностью расшита пайетками такой эффект анималистичного бренда платья от британского бренда club london платья из прозрачной ткани с вышитыми цветами очень такими оригинальными объемными бутонами цветов красного цвета ткань такая принципе может стоить довольно дорого в зависимости от производителя внизу чехол черного цвета получается вполне нарядный вид и несмотря на даже на черный цвет основа но размер здесь указан 38 на самом деле я не смогла его примерить потому что он явно был меньше длинная шуба в пол из искусственного меха удивительно мягкая комфортная вещь шубка с капюшоном что является в общем-то большим таким достоинством потому что иногда в непогоду что-то хочется набросить на голову не все любят носить шапки как раз их не люблю и поэтому если у куртки или у пальто тем более у шубы из капюшон это очень удобно в любой момент можно набросить на голову капюшончик и спастись таким образом от непогоды шубка застегивается на пуговицы и мне очень понравилось все в этой шубе ну может быть она для меня конечно было немножко длинновато но она настолько комфортная настолько приятно что из нее не хотелось выбираться так что такая шубка еще одно платье это от бренда monson и из хлопка рикотаж она конечно села очень уж в облипку и я понимаю что сейчас хочется чтобы воздух так далее но просто захотелось примерить это маленький размер и конечно на маловато также как категорически мало мне это пальто мне очень хотелось примерить мне нравится этот эта клетка пьеде поль и захотелось почему-то примерить хотя конечно это вообще 36 размер она очень очень маленькая как наташа говорит намылилась и влезла покрутилась перед зеркалом конечно поняла что это не мое и выглядит категорически что все треснет сейчас на мне но не треснула слава богу примерить примерила выглядит конечно смешно а этот джемпер как раз был наоборот очень большой но мне всегда очень нравятся какие-то аппликации на джемперочках например эта девочка в шапочке на фоне какой-то ночного неба со снежинками потому что это черный фон в мелкий горох создает полную иллюзию какого-то ночного неба и снега и такая симпатичная девчонка в шапке с помпоном из натурального меха очень симпатично выглядит а сейчас мы переходим с вами текстиль у съемки мы делали на четвертый день после привоза и это то что осталось магазине вот вы можете себе представить составить представление вернее о том что продается много занавесок занавески как правило шторы яркие и среди них вот уже стали попадаться шторы с мотивами рождественскими как вот этот который только что вам показали щас кстати такого текстиля будет все больше и больше будут появляться различные салфетки скатерти с узорами с рождественской тематикой вот это от скандинавского тоже бренда хемтекс яркая такая штора с цветами ярко синего цвета в общем при желании конечно можно найти что-то и для кухни и для комнат занавески и конечно же пододеяльники не вот сейчас хочу вам показать очень интересный пододеяльник это винтажный пододеяльник и посмотрите какие здесь симпатичные паровозики у каждого из этих паровозиков есть свое имя вот этот например заболел бедняга есть свой характер свое какое-то настроение и всем этим хозяйством видите какие симпатяги там кто-то улыбается кто-то на запасных путях кого-то колесо отвалилось у кого-то еще что-то произошло чем у каждого какая-то своя история и всем этим руководит этот замечательный мисс кинли которая с ключиком вот там стоит и командует парадом это конечно же детский пододеяльник винтажный кстати детям маленьким особенно всегда очень нравится перед тем как они укладываются спать если есть что-то такое вот любимое и они с удовольствием рассматривают картинки и это наверное помогает им легче заснуть так что вот такой интересный винтажный пододеяльник на нас какой-то своей истории тоже ну а сейчас мы хотим вас пригласить в маленькое короткое путешествие по курортному воротку салкраста который находится к северу от риги и является антиподом юрмала про юрму конечно все вы слышали там проходили известные фестивали такие как квн и юрмалина ну салкрастных таких громких событий не происходило никогда здесь просто исторически сложилось место где очень много дачи очень комфортно отдыхать здесь какой-то особенный микроклимат и чаще всего светит солнце кстати салкрасты в переводе с латышского означает солнечный берег где действительно если везде тучи идет дождь то очень большая вероятность что над вами в салкрастах будет светить солнце такая особенность совсем недавно здесь оборудовали городской пляж замечательное место для отдыха здесь оборудованы спортивные площадки вы сейчас увидите впереди там находится площадка для игры в пляжный волейбол и много на тренажеров там любят очень проводить время родители с детьми то что детям ищем заняться там есть всякие лазилки прыгалки ну и для родителей тренажеры есть какие-то ну или можно просто отдохнуть шезлонги с видом на море подышать морским воздухом вот по таким дорожкам вы можете практически подойти к самому морю кстати море в салкрастах довольно глубокое и в отличие от юрмала где очень долго надо идти по мелководью чтобы зайти хотя бы по пояс в воду здесь можно сразу начинать нырять в ветреную погоду здесь собираются спортсмены любители заниматься кайтингом серфингом и вот с удовольствием проводят конечно же если есть чем заняться детям то и взрослые себя хорошо чувствуют потому что всегда радостно когда дети довольны прыгают бегают и проводит время на свежем воздухе они около компьютера и еще интересная особенность здесь в салкрастах очень красивые закаты и интересно наблюдать как по вечерам перед закатом собираются зрители усаживаться рассаживаются как будто это какой-то театр или кинотеатр занимают место в партере и ждут пока солнце сядет в море действительно красивые картины красивые виды открываются и у нас здесь салкрасты такие интересные деревья вы можете увидеть это сосны мы привыкли к тому что сосны высокие стройные здесь вот такие раскидистые красивые деревья совершенно уникальные несколько речек падают в море а в салкрастах они небольшие но очень живописные такие как например это это речь по петерупе ну что ж дорогие зрители такой у нас получился выпуск всех вас благодарим за внимание и до новых встреч пока пока